авария чернобыльской аэс разрушение 26 апреля 1986 года реактора 4 энергоблока чернобыльской атомной электростанции расположены около города припять разрушение носило взрывной характер реактор был полностью разрушен а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ ко времени аварии на час действовали 4 энергоблока на базе реакторов rb мк 1000 реактор большой мощности канального типа с электрической мощностью 1000 мегаватт тепловая мощность 3200 мегаватт каждый еще два аналогичных энергоблока строились 5 энергоблок был завершён на 80 процентов для 6 энергоблока успели выкопать котлован час производила примерно десятую долю электроэнергии у ссср час остановлен навсегда 15 декабря 2000 года мощность час составляла 12 тысяч 800 мегаватт тепловая и 4000 мегаватт электрическая реактор rb мк 1000 обладал рядом конструктивных недостатков и по состоянию на апреле 1986 года имел десятки нарушений и отступлений от действующих правил ядерной безопасности эти недостатки скорее всего предопределяли неизбежность аварии членопольского масштаба на любом из реакторов типа rb мк на апреле 1986 года в эксплуатации было 15 реакторов на пяти станциях о чем конструктором было известно за годы до катастрофы несмотря на это аварии не предпринимались меры по повышению безопасности рб мк тому же действующий на момент аварии регламент выпускал режимы работы при которых могла произойти подобная авария без вмешательства персонала при вполне вероятной ситуации в первые часы после аварии многие по-видимому не осознавали насколько сильно поврежден реактор поэтому было принято ошибочное решение обеспечить подачу воды в активную зону реактора для этого требовалось вести работы в зонах с высокой радиации эти усилия оказались бесполезны так как и трубопроводы и сама активная зона были разрушены другие действия персонала станции такие как тушение очагов пожаров в помещениях станции меры направленные на предотвращение возможного взрыва напротив были необходимыми возможно они предотвратили еще более серьезные последствия при выполнении этих работ многие сотрудники станции получили большие дозы радиации а некоторые даже смертельные после аварии на четвертом энергоблоке работа электростанции была приостановлена из-за опасной радиационной обстановки планирующиеся вводу в строй 5 и 6 энергоблоки так и не были достроены однако уже в октябре 1986 года после обширных работ по дезактивации территории и постройки саркофага 1 и 2 энергоблоки были вновь введены в строй декабре 1987 года была возобновлена работа третьего энергоблока в 1991 году на втором энергоблоке произошел пожар после этой аварии второй энергоблок был заглушен и закрыт тем не менее на протяжении последующих лет два оставшихся энергоблока станции 1 и 3 продолжали эксплуатироваться и вырабатывать электроэнергию в 1995 году правительство украины подписало меморандум о взаимопонимании с правительствами стран большой семерки и комиссии европейского союза была подготовлена программа закрытия станции первый энергоблок был остановлен 30 ноября 1996 года 3 15 декабря 2000 года видео создано для домашнего ознакомительного просмотра в память о трагедии 26 апреля 1986 года работа с монтажом агро текст читали агро леви алиса и ксюша официальной позиции государства советском союзе невозможно глобальная ядерная катастрофа